Получить большой спектр государственных услуг, не выходя из дома, очень просто, говорят в Кустанайском ЦОНЕ. Для этого достаточно иметь электронную цифровую подпись. Более того, регистрация в базе мобильных граждан позволяет сегодня получить более 40 услуг на портале и без электронной цифровой подписи по одноразовому СМС-паролю. Получать госуслуги без ИЦП можно также через Телеграм-бот, ЕГОВКИ и ЗЭДБОД. Зарегистрироваться в базе мобильных граждан можно в любом ЦОНЕ или на портале электронного правительства в личном кабинете. Есть очень много людей, пласт населения, которые не привыкли к этому. Проще прийти, чтобы за них кто-то сделал. Конечно же, надо привлекать людей, больше агитировать, заявлять о том, что зачем создавать. Мы все же пережили, особенно люди нашего возраста, пережили век очередей, когда сидеть, ждать, терять время и так далее. Сейчас этого не нужно. Для того, чтобы прорекламировать возможности электронных услуг Госкорпорации правительства для граждан по всей республике запущена акция «Один день звезды в ЦОНЕ». В нашей области ее участниками стали известный вокалист Арестан Курманов и обладатель золотой медали Паралимпиады по лыжным гонкам Александр Калядин. В их обязанности входила выдача электронных талонов посетителям, а также консультирование по вопросам преимущества порталом электронного правительства. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Так и здесь. Надо пробовать, доверять системе этой. Это же сделано благо человеку, для людей сделано, чтобы экономить время, чтобы больше уголовного времени на свои дела. При этом кустаневские звезды за кадром признались. Сотрудникам фронт-офиса в ЦОНЕ можно позавидовать. Точнее, позавидовать их выдержке и терпению, потому что не всегда посетители дружелюбны, адекватны, терпеливы. А в течение дня здесь проходит не одна тысяча человек. Кстати, возвращаясь к вопросу рекламы электронных госуслуг. С начала года по всему Казахстану выдано уже почти 5 миллионов ЭЦП. Диара Ахмечина, Ярослава Богатырева, РТН.